Автономная область Каталония подтвердила общенациональный диагноз. Двухпартийной политической системе пришел конец. Левая партия Падемос получила здесь свой лучший результат – 12 мандатов. Кандидаты в ходе предвыборной кампании опирались на поддержку самого известного народного избранника от Падемос мэра Барселоны Аде Калао. Эти выборы означают появление нового полюса в политике Испании, во главе с Падемос и Пабло Иглесиасом. Это навсегда изменит политический пейзаж страны, считает Эрнест Туртасун, евродепутат от зелёных. Второй результат в автономии показали левые республиканцы Каталонии. У них 9 мест. Наблюдатели ожидают, какими будут первые шаги новой власти в вопросе о референдуме о независимости. Учитывая, что и Падемос, и левые республиканцы, и до сих пор правящая партия «Демократия и Свобода» Артура Масса выступают за проведение волеизъявления о независимости до конца 2016 года. «Те, кто раньше находились у власти, многое обещали, но ничего не делали. Теперь всё будет по-другому», — считает Хосеп Мария Терри Кабрас, евродепутат от левых республиканцев. «Демократия и Свобода» Артура Масса получил 8 мест, как и Социалистическая партия Каталонии. «В Испании сложилась трудная ситуация, так как до сих пор у нас не было опыта формирования больших коалиций. У нас не очень развита культура переговоров», — говорит депутат от этой партии. «С сегодняшнего дня Испания вступает в этап переговорного процесса по формированию новой правящей коалиции. После трёх десятилетий двухпартийной системы», — передаёт из Барселоны наш специальный корреспондент. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова